Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и сегодня у меня такое зимнее видео, где я подытоживаю 2018 год. Ребят, целый год! Это первый год, где я действительно так много снимал, где я очень много снимал на двух своих каналах, как на этом основном, так и на моем влоговом. Влоговый канал у меня вырос на 46 тысяч, 46 тысяч! И как бы вы себя не называли, как бы вы сильно не отнекивались от этого, я все равно вас считаю настоящими soulmate, настоящими, как сказать, единомышленниками. Поэтому огромное спасибо за это. 2018 год, конечно, начался у меня очень сумбурно, и он начался с такой, знаете, очень была каменистая дорога, если честно. Потому что это как раз конец ноября, начало ноября, когда я переехал из Норвегии, когда я закончил свои отношения, 2,5-годичные отношения, почти 3-годичные отношения. И как бы я ни строил из себя такого бравого и независимого человека, у которого все под контролем, в итоге оказалось так, что 2018 год, особенно начало его, показало, что все не так радужно, не так все замечательно, как оно мне казалось изначально. Начало было эмоционально тяжелое во всех отношениях. Я очень сильно выбился из физической формы. Я набрал почти 17 килограмм лишнего веса в общей сложности. И вот это одиночество, в котором я провел практически весь год, это была прямая зависимость от своего внешнего вида и моей низкой, очень низкой самооценки, которая рухнула просто в такой ад. Когда я себя никогда настолько неуверенно не чувствовал, как весь 2018 год. Весь 2018 год я не мог взять себя под контроль. Действительно, как сильно я ни старался, мне было это архи сложно. И вы знаете, 2018 год, в принципе, он был для меня такой, знаете, дорогой, американскими горками, вверх-вниз, вверх-вниз, счастье, депрессия, счастье, депрессия, отлично чувствую, плохо себя чувствую, да, я говорю про моральное свое состояние. В 2018 году я впервые вообще в своей жизни побывал в России. В 2018 году я впервые в жизни снимался на телевидении, на российском телевидении. Я участвовал в шоу «Мейкаперы», и для меня это было, знаете, когда мне позвонили из канала «Пятницы», сказали, мы хотим, чтобы ты участвовал в нашем шоу, для меня первая была мысль, господи, я смогу поехать в Россию. Я смогу впервые поехать в Россию. Ребят, я съездил в Россию, и это было просто нереальный экспириенс. Да, конечно, сам вот этот вот момент присутствия на ТВ, да, я снимал очень много, я работал много на ТВ, но я был за камерой. Но впервые вот так вот ты участвовал, ты был звездой шоу, да, конечно, вылетел после первого же челленджа, но тем не менее, да, я побывал в Москве, конечно, для галочки. Москву я не видел, в Москве обязательно вернусь, чтобы узнать город и людей, которые там живут поближе. Я очень хорошо провел 4 дня в Питере, я познакомился с замечательными питерскими блогерами, и я знаю, что Питер опять ждет меня, и я обязательно вернусь в Питер также на несколько дней, чтобы провести хорошо время. Потому что Питер для меня, вот честно, не в обиду москвичам, Питер для меня оказался более комфортным городом, хотя просто Москва меня встретила стрессом, огромным количеством работы, и каждым часом, который был просто расписан, каждая минута была. Не было просто времени ни на что в Москве. Но отличная причина вернуться еще раз в Москву, познакомиться с городом поближе, и, конечно, встретиться с замечательными друзьями, которые я уже сделал заранее, и заранее, и вживую из города Москва. Три переезда, за год три переезда. Начало в 2018 в Эстонии, потом сразу март, Милан. Милан у меня длился ровно полгода, считайте, до конца августа. Вы знаете, Милан для меня был вот этот вот потерянный момент, когда я был сам не свой, вот честно. Время, проведенное в Милане, может быть, я, знаете, я говорю всегда, я всегда валил все на 2018 году, я валил все свои, вот, я люблю Милан, но одно дело любить его на расстоянии, я постоянно говорил это выражение, а другое дело жить в Милане. Милан один из любимых моих городов, да, и для меня был огромный шок в том, что когда ты приезжаешь в Милан, например, на 3-4 дня, это замечательно, не хочется уезжать. А когда ты живешь там полгода, для тебя весь мир не мил. Я понял, здесь не проблема в Милане, Милан такой же мой любимый город, как именно он всегда был. Проблема была именно в моем внутреннем состоянии, когда я был просто сплошной раздрай. В 2018 год, я как я пил в 2018 году, я не пил столько никогда в своей жизни. И каждый борется со своими проблемами, как он может. Кто-то падает в депрессию, кто-то замыкается в себе, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то идет вообще во все тяжкие, занимается, не знаю, сексом с каждым первым попавшимся человеком. Каждый, знаете, копинг-механизм, да, механизм справления со стрессом, назовем это так. У меня была, это была выпивка, да. Как много я пил в 2018 году, столько я не пил никогда в своей жизни. Это мой демон, который я признаю. И 2019 год, один из resolution, одной из идей начать в 2019 год, это минимизировать просто количество алкоголя. Не в ноль, конечно, я не смогу так контролировать себя. Но абсолютно хотя бы убрать алкоголь в будние дни, для меня это критично. Потому что это мой демон, который я боюсь, с которым мне придется биться до конца своих дней. Я не верю, что я когда-либо очищусь полностью. Но в 2019 год я встречаю искренне с надеждой, что я возьму этого демона под контроль, да. Сколько я ел в 2018 году, столько я не ел никогда. Сколько я весил в 2018 году, столько я не весил никогда в своей жизни, ребят. И это еще одна моя проблема. Я пытаюсь вернуть свой комфортный вес. Все говорят, худей для себя. Ребята, делаю это только для себя, поверьте мне. Сейчас я знаю, что вот я вот ментально, я встречаю 2019 год. Наконец-то, вот последние 2-3 месяца мне показали, что все на самом деле не так плохо. Мир опять начал расцветать вокруг меня. И опять начал чувствовать вот эти вот краски мира. Понимаете, я потихоньку пришел в себя. Год, конечно, мне далось вот это вот перетурбации, вот эти вот метания по всей Европе. И прежде чем вот наконец-то как-то собраться, даже не собраться. Это я не собрался. Это не была работа над ошибками, это не была работа над собой. Просто я дал себе время, я вот дал себе время. Я воспользовался этим временем. И сейчас я могу сказать, что, по крайней мере, сердце мое спокойно. Сердце мое зажило. Сердце мое больше не разбито. Я абсолютно комфортно и легко чувствую себя, будучи вот... У меня нет вот этих вот моральных метаний. У меня нету переживаний внутренних, которые меня гнобили всю первую половину 2018 года. Мой переезд в Венгрию. Многие называли его ошибкой. Как зрители, так и моя семья. Я никогда не назову мое пребывание в Венгрии ошибкой. Это были полгода, восхитительных полгода. Действительно, когда я вот именно в Венгрии, именно в Будапеште, я почувствовал себя абсолютно свободным человеком. Я почувствовал впервые вот в Будапеште, я почувствовал себя хозяином положения, хозяином своей жизни. Вот настолько я собрался, настолько... Знаете, настолько мне было комфортно в этом городе. Вот здесь, в Венгрии, понимаете? И как ни странно, мне говорят, от чего ты там зависел, что там? Вот именно здесь, в этом городе, я наконец собрался и наконец стал чувствовать себя, что да, я хозяин не только своей жизни, я хозяин всего вокруг меня. Я у руля. Наконец-то я встал вот на ту позицию, в какой я был, например, я не знаю, в 2015 году. Я обратно взял себя в руки. И это вот, это дорогого стоит. Поэтому я не знаю, это Будапешт, который мне очень нравится, я очень люблю этот город. Я очень люблю Венгрию, во всех отношениях. Но или это просто прошло время, и, как я говорю, Милан был не мил по каким-то причинам, а скорее всего потому, что я сам был не свой, я был черный внутри, да? А в Будапешт, может быть, нет ничего особенного в Будапеште, но просто у меня ушла вот эта чернота из моей жизни, ушли вот эти вот переживания, которые меня гнобили всю первую половину года, понимаете? Вот. И начиная 2019 год опять с переезда. С 1 марта у меня уже нету квартиры в Будапеште, я уже все официально сдал ее, то есть у меня осталось 2 месяца здесь. 1 марта я переезжаю на 2-3 месяца в Эстонию домой, чтобы перевезти все вещи, и спокойно уже из Эстонии я буду спокойно переезжать, вот знаете, с трезвым умом, и вот полностью контроливая ситуация, я буду спокойно и правильно переезжать в Стокгольм. Почему мне это важно? Потому что Стокгольм я сейчас рассчитываю быть моей такой постоянной, перманентной базой, где я буду постоянно находиться, а где я буду дальше мотаться по Европе, жить, и что это ничего не изменит, потому что в Стокгольме я, знаете, как бы вот, вот будет моя постоянная база, вот такой у меня план на Швецию, такой у меня план на Стокгольм. Я хочу сказать огромное спасибо в этом году, в 2018 году, 58 с лишним человек подписалось, 58 789 замечательных человек, людей подписались на меня в этом году. Я хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы знаете, мой канал, мои два канала на Ютубе, это был именно тот столб непоколебимый, это вот та была стабильность, это вот каждый день, ложась спать, я был потерянный, вставая утром, я был потерянный. Единственное, что было стабильное в моей жизни, это моя деятельность на Ютубе, это мои два канала на Ютубе, понимаете? И я считаю, что именно вы помогли мне справиться с моей жуткой депрессией, с моим разбитым сердцем, вот общение с вами. Знаете, для меня мои Ютуб-каналы, в первую очередь, это терапия. И когда общаюсь с вами, я тут один из немногих блогеров, который говорит все предельно откровенно, и то, как у него есть, вот на сердце лежит, да? И я благодарю вас каждого, кто услышал меня и кто поддержал критикой, или словом поддержки, или словом любви, или даже словом хейта. Даже хейтеры это те люди, правильный хейт, это тот хейт, который заставляет тебя двигаться вперед, понимаете? Не хейт ради хейта, а знаете как? Хейт ради вот толчка вперед, что делай что-то с собой, изменяй что-то в жизни, перестань пить, перестань есть, займись спортом, да? Пускай это было обернуто все в жесткой форме, но тем не менее, мне огромная благодарность даже таким хейтерам, да? 2018 год я начинал с полностью, убрав всю цензуру на канале. Свалилось это все в полную вакханалию. Вы знаете, самое страшное, что моя аудитория, очень взрослая аудитория, начиная с 25 до 38 лет, это моя аудитория, из них 78% это женщины. И когда ты видишь ту чернуху, тот трэш, который писали эти самые женщины, и то малое количество мужчин, ты просто немножко в шоке от того, что ты понимаешь, что это взрослые люди, которые просто изгаляются без всяких последствий, понимаете? Когда мне сказали, если ты начнешь банить людей, начнешь банить слова определенные, которые очистят твой канал от вот этого трэша, у тебя закончится рост канала, у тебя закончится, люди потеряют интерес к твоему каналу. Ребят, вот этот трэш, я понял, вот буквально за несколько недель, я отпускал, банил, опять выпускал, вот это у меня было метание, но сейчас я понял, нужно банить бесповоротно. Знаете почему? Потому что вот этот трэш в комментариях, он это, знаете, та чревоточина, которая точит именно мое комьюнити. Потому что каждый блогер собирает комьюнити, сообщество людей вокруг себя, единомышленников, людей, которые разделяют точку зрения, или людей-спорщиков, которые готовы спорить с тобой. Но это именно то здоровое комьюнити, именно ключевое слово здоровое, да, healthy комьюнити, которое присутствует на твоем канале. И когда начинается трэш и чернуха, даже когда Андрей Петров, мой хороший друг и замечательный блогер, Андрей Петров сказал, который мне, он не странник к хейту, даже он сказал, господи, Антон, что у тебя творится на канале? Говорит, даже у меня такого нету, а я видел все. В этот момент я понял, что надо что-то делать, что это совершенно не норма. Это не просто ты не даешь права слова, ты высказываешься публично и готов к любой публичной критике. Да я готов к любой публичной критике, но критики, критики, здесь ключевое слово критика, а не хамство и хейт по отношению ко мне лично, или по отношению к моим подписчикам, зрителям, или таким же критикующим, понимаете? Вот эту чернуху нужно вычищать с канала. Жестко и бескомпромиссно. Именно я говорю про чернуху, не про критику. Мне не нужно беспеть одни дифирамбы. Я мальчик, который готов выдержать удар. Я этот год держал удар, пока это просто не пошло, просто жуткая вакханалия в комментариях, ребят. Поэтому надо отделять от держать удар и просто поощрять неприкрытое хамство. Хамство вот от такого, знаете, люди сходят с ума от безнаказанности, понимаете? Люди просто начинается анархия. И поэтому должен быть закон, и закон на своем канале. Это я, и все, все быдло, все, без исключения. Все люди, которые хоть словом пройдутся по личности, перейдут на личность, да, будут заблокированы, и это будет все бесповоротно. Поэтому есть миллион ресурсов, где обсуждают блогеров, но это не будет, мой канал не будет тем ресурсом, где люди будут приходить и сливать свой негатив, понимаете? Мое комьюнити должно быть здорово. Здорово, я как. Первые полтора года, знаете, свою деятельность на YouTube я начинал, в принципе, очень тяжело. Была такая жуткая травля. И первые полтора года у меня вообще были закрыты все матерные слова, все слова, определяющие меня, мою внешность, мой возраст, что бы то ни было. Это все было заблокировано. У меня было, я не знаю, это может быть, 500 человек в общей сложности заблокировано на моем основном канале. У меня первые полтора года был просто один канал. И мне говорили, у тебя канал перестанет расти, вот сейчас мне поговорят. Нет, ребят, первые полтора года у меня был нормально, рос канал, только у меня просто не было вот этой чернухи и бодлячества в комментариях. Поэтому 2019 год я встречаю с правильной критикой, с правильной цензурой. Понимаете, ничего переходящего на личность не будет. Ни в моем отношении, ни в отношении моих зрителей. Я должен уважать свое сообщество, я должен оберегать его и оставлять его здоровым. Понимаете? Потому что поднимаю я темы достаточно острые, взрослые, темы про отношения. И здесь не надо в серьезном видео об отношениях, где миллион разговоров, миллион сообщений о моей внешности, которые не имеют никакого отношения к видео непосредственно. Понимаете? Поэтому комьюнити должно быть и оставаться здоровым. И если вы блогер, и вы смотрите сейчас меня, я надеюсь на вашу поддержку, я считаю, что такого беспредела, который есть на русском сегменте ютуба, нет даже в англоязычном. Вот искренне нету, да? Люди, если критикуют, они критикуют по делу, не проходясь по коже, возрасту, или типу тело блогера. Понимаете? Потому что это уже too much, слишком, безнаказанность, ее больше не будет на моих каналах. 2018 год, это тот год, когда я получил мою серебряную кнопку. Это было 100 тысяч, я набрал в этом году, и мне прислали мою серебряную кнопку. Это одно, одна из тех, achievement, это то достижение, которое я искренне горжусь. Знаете, почему? Вот есть такой момент, как ты побеждаешь, например, на математической олимпиаде. И все равно, для меня математическая олимпиада, ты все равно часть олимпиады, да? Тебя организовали, с тобой поехали учителя, тебя курируют, тебя помогают. Вот все, это группа людей, которые работают над этой олимпиадой. Понимаете? На ютубе ты, вот ты и камера. нету никаких посредников. Ты, камера и весь окружающий мир. Вот, что такое ютуб. И я считаю, achievement, достижение на ютубе, оно настолько персональное, не может быть более персонального достижения, чем достижение на ютубе, потому что ты сам, вот ты один в пустой комнате. Камера и весь мир, который смотрит тебя. Понимаете? Это действительно, вот если подумать с такой перспективой, это действительно твое личное, персональное достижение, которое стоит очень дорого. Очень дорого. Я очень благодарен ютубу, в принципе, за ту поддержку, постоянную, непосредственно от самого ютуба. Я очень благодарен, что ценят, знаете, для меня ютуб, это тяжелый труд. Это тяжелый труд, это тяжелый, любимый, очень любимый труд. Я очень много работаю над своим контентом. Очень много. Искренне говорю, и вы это знаете. Очень продуктивный. На двух своих каналах я работаю просто как рабочий день. Я не отношусь к этому как хобби. И я очень рад, что Google видит это, они поддерживают меня. И у меня вот это, вы знаете, ощущение, что ты не один. Вот у меня раньше было такое. Ты один в поле воин. Что-то случится и что будет с твоим каналом? Сейчас у меня нет такого. Вы знаете, вот в какой-то момент блогер начинает чувствовать себя частичкой чего-то большого и появляется смысл в жизни. для меня вот каждый блогер поймет, о чем речь. И для меня вот это вот просто огромная благодарность YouTube, Google непосредственно и всем людям, которые работают там за личную, персональную поддержку меня как блогера. Знаете, когда ты работаешь над чем-то и кто-то подходит и говорит, чувак, мы видим, что ты делаешь. Ты делаешь замечательную работу. Ты замечательный блогер. И это просто замечательно. Знаете, моментально сбиваются телефонные звонки. Хочешь, сейчас у меня 2-10 ночи. Это восхитительное ощущение. Поэтому, да, в этом году серебряная кнопка. 100 тысяч на основном канале, 40 тысяч на на блоговом. Учитывайте, что я начал блоговый канал в этом году, в 2018 году. За год 40 тысяч подписавшихся зрителей. Вот второе такое комьюнити, которое мне все равно моя личная, персональная жизнь, что проходит, идет за кадром моего основного канала. Я начал снимать буквально за 2 недели до поездки в Москву в 2018 году. То есть, в этом году у меня 2 таких больших проекта. И я очень рад, что я начал снимать каждый божий день на влоговый канал. И я очень рад, что у меня идет это. Я очень рад, что вы смотрите. Я знаю, для многих это стало рутиной. Извиняюсь очень сильно, что пропустил вот за последний месяц, наверное, 7 или 8 дней я пропустил каждодневных влогов. Но такого не случится в новом году. Я очень буду надеяться, что вы продолжите смотреть мою жизнь, потому что у меня много чего нового, много переездов, много поездок, много встреч. Я очень этому рад. Я очень рад, что вам это интересно. Ребят, я искренне от всего сердца вот так вот, знаете, подытожил сейчас свой год и встречая Новый год 2019, который случится сегодня ночью, я встречаю с очень позитивным настроем, знаете, со спокойной душой, со здоровым сердцем, вот таким, вот знаете, оно у меня не болит. у меня все в порядке, у меня все под контролем и я встречаю Новый год не в депрессии, я встречаю ее с очень-очень позитивным настроем на 2019 год. Я желаю вам всего самого лучшего в новом году, вот от всего сердца желаю вам самого лучшего в новом году, счастья, любви, денег, вот самореализации, очень важно самореализации, да, вот все, что вы не задумали, пускай это у вас случится, вот от всей души я вам это желаю. Под этим видео я отвечу на каждое поздравление, на каждый комментарий, на каждый комментарий под этим видео я отвечу персонально на каждое, на каждый комментарий, на каждое поздравление, ребята, я буду весь день сидеть отвечать вам, отвечать вам, поздравлять вас и благодарить вас за то, что вы такая огромная часть моей жизни сейчас, на данный момент, вот искренне могу сказать, что 2018 год доказал вот самому себе в первую очередь что вот я нашел свое призвание да я блогер я наслаждаюсь каждой секундой и вот этой вот ситуации разложить каждой божией секундой будучи блогером понимаете поэтому еще раз от всей души огромное спасибо что вы со мной от всей души желаю вам восхитительного 2019 года пусть у вас все сбудутся ваши самые знаете самые безумные мечты пусть они сбудутся вот клянусь пусть она как не возбудится от всей души желаю вам это ребят подписывайтесь на мой влоговый канал если вам интересна моя жизнь видео выходит каждый день без исключения подписывайтесь на мой инстаграм там у меня очень часто живые влоги и персональное общение все direct message я пытаюсь отвечать как могу ребят если вы считаете что этот блогер который заслуживает поддержки у меня платная подписка на канале это 4 доллара 99 центов в месяц я буду вам очень признателен еще раз всем огромное спасибо что провели 2018 год вместе со мной я надеюсь что 2019 год да даст нам просто море общения море позитива и море хорошего настроения спасибо еще раз всем 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 за то что вы просто есть моей жизнью очень благодарен все ребят любви и любите себя это самое важное и до завтра все всем пока с новым годом